Выставу, промеркованную до 85-ти годя, Могилёшины открыли у Палаца культуры в области. Историчный летопис включил у себя фотографии и особистые документы о знагороды выпуски газет. А так само узоры продукции предприемства у того часу. По водле задумки аутору, выстава показывает шлях развития Могилёшской в области. У именах, предметах и фото. Акцент зарабили на самых важных подеях и особах. Например, экспонатом стали листы полковника Кутепова, який оборонял Могилёв в годы Великой Чыной войны. Кажут, что он писал эти листы непосредственно на Буницком поле. Первое письмо датировано 28 июня 1941 года, а последнее – 8 июля 1941 года. Самым коротким было письмо 4 июля. В этом письме он писал, что работы много, сплю по 2 часа в день. Так само цикава история пионерского стяга детячего дома с пустынок. Дети смогли сберах чаяго навыд у перейод немецкой оккупации. Они его прятали под матрас. И когда подходили немцы, кто-то из ребят ложился на кровать, где и был спрятан этот предмет, и изображал из себя больного тифом. И когда Мстиславский район уже освобожден был от немецких оккупантов, пионеры пустынского детского дома вместе со знаменем, сохраненным в период войны, вышли встречать своих освободителей. Организаторы выставы упылнены, что молодь сможет тут отримать яркие уражения об развитии Могилевской области, начинаючи с 30-х годов. Влагман первой пятилетки, фабрика шелка, недаром мы заметили, что это не женские чулки были, к сожалению, в Америке это были женские чулки, а здесь создавался парашютный шелк. Страна готовилась к войне. И очень важно, что такое важное технологическое предприятие, оно было открыто и работало здесь, на Могилевщине. А кроме того, у наведывальника есть уникальная махчимость убачить эксклюзивные экспонаты, какие не представлены навыд у краязнавчим музея. Надо жить в мире, и это мое самое главное пожелание.